Привет! В этом видео поговорим про философию ТикТока. Ассалетно верно, это видео именно про то, что значит ТикТок в нашей современной культуре. Действительно, огромное количество людей критикуют ТикТок, говорят, что это бред, ересь. Взрослые люди сами на ТикТок начинают выпускать ролики и начинают с того, что стебутся над собой, что, блин, мне 30 лет или там мне 25 лет, а я делаю ТикТоки, что со мной не так. И большое количество людей говорят, что там делают такой бред, что народ отупел. И Андрей Курпатов говорит, что вот есть же всеобщая дебилизация людей. Я с ним не категорически, но все-таки не согласен с его паникерским настроением. Мне кажется, что люди всегда были глупыми. Я это наблюдал и в детстве, и в отрочестве, и в юности. И сейчас наблюдаю, что большинство людей, они глупые. Просто со возрастом мы окружаем себя, особенно если мы интеллектуальный человек, мы идем в институт, в вуз, и даже в вузе нам кто-то кажется глупым. Но нужно понимать, что в вузе уже отобранные люди, отсортированные. И с годами мы окружаем себя людьми, которые соответствуют более-менее нашему интеллектуальному уровню. И нам начинает казаться, что тех, с кем мы сталкиваемся за пределами этого ближнего круга, они какие-то уж совсем глупые. У меня же есть гипотеза о том, что деформации восприятия, и глупых людей всегда было достаточно. Если возвращаться к ТикТоку, то ТикТок, на мой взгляд, это культура задних парт. Вот то, что происходит в школе на задней парте, эти дразнилки, какие-то шутки, какие-то выпендрежь, когда человек выдает себя не за того, кем является, как шутки на ТикТоке про девочек, каких-нибудь школьниц, которые якобы встречаются с папиками. Постоянное обсуждение краши своих объектов обожания, девочки, которые постоянно светят своими прелестями. Все это присутствует на ТикТоке в достаточной мере. И все это, на мой взгляд, не появилось благодаря ТикТоку, оно просто выражается через него. Все эти сплетни, все эти приколы, шуточки, какие-то несмешные шутки, смешные шутки. Больше всего, конечно, мемами становятся эпизоды, когда кто-то упал со шкафа или кто-то училки нахамил. Все эти вещи можно было бы назвать культурой задних парт. То есть в ТикТоке происходит все то, что на самом деле всегда происходило, но до этого не выражалось в такой мере в интернете. Хотя двач, хотя мемы уже существовали, наверное, с момента зарождения интернета. В этом разрезе, мне кажется, что у нас благодаря ТикТоку просто появилась возможность, во-первых, выражаться. И об этом в одном из следующих видео я подробно говорю как артисту, как комику или актеру выражаться в ТикТоке. При помощи итераций, то есть бросая разные кости, разные варианты своего исполнения, получить выстрел, наконец-то, популярности. У меня так и случилось, что я сделал 40 видео, прежде чем одно мое видео набрало 600 тысяч просмотров. И уже следующее, когда я уже четко понимал, почему оно понравилось публике, я начал сказать следующее и вышел на уровень, когда каждое мое видео набирает от 600 до 100 тысяч просмотров, а некоторые доходят до 900 тысяч просмотров. Но об этом в другом видео, поэтому подпишись на этот канал, поставь лайк этому видео и сбрось его своим друзьям, которые начинают делать ТикТоки уже в зрелом возрасте. И второе, чуть более важное, лично для меня, и уверен, что для многих, кто пользуется ТикТоком, именно это привлекает в этой социальной сети, что вы можете подурачиться, вы можете потанцевать, вы можете, наконец-то, потренироваться, поучиться танцевать, потому что вам достаточно будет 15 секунд продержаться в каком-то танце, чтобы это могло заинтересовать кого-то на публике или хотя бы ваших друзей. ТикТок — это такая озорная социальная сеть, которая позволяет нам стать снова школьниками, причем не старшеклассниками, а вот в тот период школы, когда ты балуешься, что-то рисуешь на последней парте, качаешься на стуле и дразнишь своих одноклассников. Рекомендую. Но в финале вы можете подумать вместе со мной в комментариях написать свое мнение, какая еще социальная группа скоро появится в интернете при помощи какой-то новой взорвущей интернет социальной сети. Скорее всего, это произойдет где-то в 2020-2004 году, потому что, если мы посмотрим, да, начиналось все с того, что был ЖЖ, и это собирало аудиторию, которая пишет и читает, но в первую очередь пишет. Естественно, это самая верхушка, наверное, самая диджитальная аудитория на тот момент, которая была. То есть это совсем не школьники, которые могут только вообще говорить, там некоторые еще писать не умеют, уже являются звездами. Дальше появились такие социальные сети, как ВКонтакте и Фейсбук, которые зачерпнули уже студенческую аудиторию, которая еще, может быть, не пишет, но активно читает и является весьма интеллектуальной. LinkedIn, как параллельная есть сеть, которая зачерпала более старшую аудиторию, которая уже отучилась в институтах, но не особо пишет. То есть это люди-профессионалы, которые занимаются делом. Дальше появилась такая социальная сеть одноклассники. Быстрость дрейфовала в те социальные слои, которых объединяет только семья и одноклассники, с которыми они учились вместе. То есть люди, которые, скорее всего, не приобретали широких кругов общения после школы, скорее всего, не поступали в институт и так далее. Вот этот социальный слой людей, которые отучились в школе и не поступали в институт. Мы видим, что по пирамиде социальные сети охватывают сначала самые интеллектуальные, спускаются все дальше и дальше чуть менее образованные слои. Дальше мы видим социальную сеть, которая смогла стать возможной благодаря распространению айфонов, телефонов, носимых у людей. То есть в момент появления ВКонтакте этого еще не было. Туда фотки заливали со своих цифровых фотиков. То дальше появились носимые электроника, носимые фотоаппараты. И появилась социальная сеть для людей, которые вообще не разговаривают, а путешествуют, кушают. И просто они очень красивые, занимаются спортом. То есть еще одна ступень. Все более широкая, обратите внимание, но при этом чуть менее интеллектуальная, чем предыдущие, которые мы разобрали. И дальше появляется социальная сеть Snapchat, и за ней сразу же следующая итерация – это TikTok, который зачерпивает уже от первого класса школьников, то есть на самом деле самые широкие слои населения. Именно поэтому в TikTok такие большие количества просмотров можете получить. Ценность их, скорее всего, покупательская будет ниже. Но массовость, популярность, если мы говорим о популярности, которая значима для селебрити, для актеров, для брендов, которым важна узнаваемость, и людям, которым важно, чтобы их много, большое количество людей знали, это будет самая массовая аудитория. Вот что будет дальше? Подумайте об этом. Появится ли социальная сеть для грудничков? Это очень интересно послушать ваше мнение в комментариях под этим видео. Спасибо, что были со мной в этом видео. Ну а в следующем видео я расскажу, как уже использовать социальную сеть TikTok для актеров и артистов, как развиваться, чтобы получать 600 тысяч просмотров, а то и 900 тысяч, как это получилось у меня. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»!